друзья всем привет у нас в обзоре сегодня проект который называется особикой и данный проект уже собрал софт кап в 2017 году доходы от игр достигли 12 4 миллиардов долларов сделав страну японию третьим крупнейшим мировым рынком приложений японский тренд перемещается в западные страны и так какая проблема существует на рынке игровой тематике это ограничение парка мобильных устройств на которых можно запускать игру сделать это просто как google play таким app store однако чем больше бюджетных моделей устройств будет отброшено тем больше потенциальных игроков будет потерян вы сможете сгенерировать контент низкого качества уменьшив разрешение текстур картинка замылись а но играть будет можно некоторые разработчики умышленно выкладывают версию игры в низком разрешении это ведь уменьшает и размер дистрибутива кроме всего прочего предлагая игроку докачать контент высоком разрешении если аппаратные возможности его устройства это позволяют и даже предлагают за это внутри игровые награды второй момент это динамическая загрузка и выгрузка контента нагружая игровой цикл операциями по загрузке и выгрузке контента из памяти мы неизбежно увеличиваем время кадров вопрос оптимизации использования оперативной памяти сильно зависит и от геймплея игры и мне исключительно ситуации в которых программ программист бессилен и дизайнер вынужден упрощать игру в условиях жесткой конкуренции на рынке мобильных free-to-play игр это может быть необходимым маневром заключает договор с издательством на издание и распространение авторства книг передает издателям права на них на предне определенное время большую часть прибыли от них получает издатель и как правообладатель оно должно отслеживать и пресекать пиратскую деятельность сети автор не может тратить на это время потому что автору необходимо успеть написать и просто автор не знает как лично бороться с этим злом а бороться с ним необходимо копирование явление противопоказанное и ущемляет интересы и писателей и издателей и даже читателей пираты не всегда дают полные тексты и возникает превратное представление о произведении решение платформы особи коин эта платформа распространения вторичного цифрового контента платформа предусматривает особи маркет на основе блокчейн вы сможете покупать игровые предметы программное обеспечение электронные книги видео комиксы игры музыку децентрализованная система на технологии блокчейн будет обеспечивать неопровержимое доказательство владения контентом главное преимущество в том что выпущенный токен может быть обменен на игровые кредиты для использования в играх особенного инка это был краткий обзор проекта особи коин друзья все необходимые ссылки будут в описании помните что вложение криптовалюту это всегда рискованная сделка всем пока